Ну, так сказать, добро пожаловать! Иоот! Что-то держит в сторону и всем, как бы. Почему он просто в центре для глаз? Я был в том, если не выпендривался. Здравствуй! Вот больше всего в этой жизни ненавижу собираться. Хотя впереди нас ждет классное путешествие. Сегодня мы отправимся в Краснодар в теплую погоду к Джохану, это такой большой известный, интересный блогер, и там мы будем собирать для него классный ПК. Но пока мы собирались, я понял, что вручную кладь все наше оборудование не влезает, и как я не уговаривал Аэрофлот, ну точнее транспортную компанию, перелетную компанию, не хотят они нормально погрузить все, что у нас здесь приготовлено для съемок, для классного видео. Поэтому сейчас мы отправимся сначала в магазин, посмотрим что-нибудь классное, компактное, а потом покажем вам, что же мы сегодня задумали. Мы в потоке, в ресурсе, на позитивном байде. А теперь поцелуйтесь. Ну что, залетели? Да, залетели, все отлично. Пойдем. На расслабоне, потоки, без вредных вайбов. Не привычу. А вот такая у нас квартира. Вот Тарас у нас просто роскошь. Смотрите, какие здесь люстры. Ребята уже здесь, не уже, а еще пока наводят порядок. Сейчас будем распаковываться. Вот какой там санузел красивый, розовый. Тарас специально выбирал такой. Вот на этом столе мы сегодня будем готовить новый игровой ПК. Игорь, расскажи, пожалуйста, как называется сегодняшнее блюдо? Сегодняшнее блюдо называется Баттонфилд. Пирог из еды. Ты колбаску выбираешь, дожечку комплектующую. Это все, это ингредиенты идут в нашу сборку. Мне кажется, ты Джон Ханну сборку накидал быстрее, чем колбасу выбрал. А то да. Я, правда, не уверен с выбором, но ладно. Колбаски или джоханникам? Колбаски. Ребята уже ушли к Джохану. Я тут собираю вещи. И пойдем вручать ему его супер ПК для Баттлфилда, собранной вот на той кухне. Привет. Нашел тебя? Спасибо. Ну, так сказать, добро пожаловать. Добро пожаловать. О, как здесь все нарядно. Прям даже отсюда вижу. Ну что, начнем с того, что я тебя просто познакомлю с собакой. Да. Привет. Песель, привет. Это Черри. Она вообще, она какая-то такая гиперактивная. Она, скорее всего, будет приставать и путаться под ногами. Если кто-то сейчас на нее наступит. Ничего страшного. Она геймер, нет? Она вшивая, может быть. Не уверен, на самом деле, не проверял. Она добрая, но любит шум создавать. Короче. Привет. Это Полина. Давай начнем с того, что самое интересное оставлю на потом тебе. Ну, я тебе пару вещей не покажу. Я не покажу тебе спальню. Чтобы хотя бы что-то я себе оставил, правильно? Чтобы хотя бы подписчики. Ну, и туалет тоже, как самая сладенькая, не записывать. Ну, что? Я думаю, как и у всех, дома кухня одна из самых не таких интересных зон. Ты знаешь, в этом ролике кухня очень интересна. У вас была одна кухня интересная, да? Да, потому что мы решили готовить твой комп на кухне. Я сейчас делаю дома ремонт, и у тебя очень красивая кухня. Я поклонник минимализма. Чем меньше деталей, чем меньше каких-то. Я, короче, у меня был бизик, когда дизайн-проект делали, я говорю, ручки убирайте. Я хочу, чтобы ничего не открывалось. Красательно. Но было красиво. Ручки все просто, как ей возможно, уберите. Короче, ладно, рабочий процесс. Я переехал сюда уже год назад, но на самом деле неохота мне иной раз бросать работу и начинать все делать заново. Это вызывать рабочих и потом убираться. Поэтому пока что вот все так. Буду представлять, что все готово. Сколько времени ремонт шел? Мне хочется сейчас так вот так, знаешь, встать так. Ну, 8 месяцев, реально. Ну, 8 месяцев просто. Это дрочи. Я переехал сюда, когда здесь был вот этот диван. Ну, сейчас уже более-менее, типа, я не знаю. Я люблю зеленку. На самом деле мало растений, хочется гораздо больше. Они почему-то поддыхают, потому что Полина хорошая. Это правда. Это правда. Растения. Потому что Полина хорошая вегетарианка? Хорошая вегетарианка, давайте скажем так. Ну, блин, зал самый кайф для меня. Но то, что я надеюсь, не будет сильно особо врататься в кадр, это, конечно, блин, вид. Когда выбирал, я хотел, чтобы можно было прямо куда-то в перспективу вглядываться и многострадально думать о чем-то интересном. Ну, не знаю, я, короче, по виду прусь, на самом деле. Показывать, честно говоря, особо нечего, на мой взгляд. Знаешь, типа, ну, сел, и я тут деградирую. Если я не работаю, то мне хорошо. Если я работаю, то я бываю здесь нечасто. Обычно получается так, что я сижу весь день за монтажом, и, знаешь, вот уже просто прихожу сюда, говорю, Полина, надо срочно массаж. Она говорит, на самом деле она не отказывает мне в этом плане. И это единственное, что спасает, даже если так развлечься просто. И это из приятного. А вот то место, где проходится работа, там массаж никто не делает, но там интереснее, по крайней мере. Поэтому давай, наверное, туда переместимся. Я покажу. Знаешь, короче, планировка была такой же. Я не менял планировку. Все было ровно так, как и есть. И, короче, получается так, что перед моей рабочей зоной есть комната, называется Ниснейленд для взрослых, наверное, да. Из-за того, что наше помещение очень сильно отличалось от того, как оно было представлено на фотографиях, когда мы его арендовали, мы не нашли подходящего места для того, чтобы произвести игровой ПК. Но мы не расстроились, мы не упали духом, а подошли ко всему с юмором. И приготовили наш ПК прямо там, на кухне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь зона, где происходит все самое для меня дорогое, интересное. Мои увлечения, диван, телевизор, бог с ним, типа, ну... Увлечение спать или лежать на боку, наверное, всех. В этой комнате есть один большой плюс. Если закрыть ту дверь, и эту дверь, темнота полная. Какое бы ни было время суток, ты можешь во тьме лежать здесь и вообще типа по барабану. Сим, это вот то, на что я трачу, наверное, если не деградирую, в той комнате, часть своего свободного времени, вот кайфую от гонок, наверное, это одно из моих самых больших таких. Помимо велика, вот мимо велика прошли, велики, вот то, что прям вот обожаю. Если лето, если тепло, то кайф. Ну что, я могу показать красивейшие рули, то есть типа есть коллекция рулей. У тебя их несколько? У меня их достаточно полно. Штурвалы для самого моего, наверное, любимого GT3. Это гонки уже посерьезнее. Знаете, чем бы дитя не тешилось, наверное, ну это типа прям то, что для меня является, наверное, моим самым большим увлечением по машинкам. А ты на улице быстрее ездишь? В городе нет. Сколько штрафов за последний год примерно? Нисколько. Нисколько? Нисколько. Ну у нас попроще, чем в Москве. Если бы в Москве, наверное, с рядом с у меня были бы штрафы, но если серьезно, то нет штрафов. Я вот, я плачал штрафы, но не на госуслугах, но на госуслугах не плачал. Короче, еще раз правду тему, это вот трек. Вот трек, то, что кайф. Я не картинг катаю постоянно, вот пока сезон, вот собственно, я сейчас похрамываю, не будет видно скорее всего, но это была интересная история. На картинге катаемся с товарищем, я его вроде как обучил, как сенсей наставил своего сына. Более-менее объяснил, что как делать, по итогу получилось, что я уже к нему подпривык и обгонял. Ну, обгон как происходит? Типа, я подстраиваю сзади, вызываю модель, момент, и объезжаю внутри. Все было по фэншую, все по красоте, подстрелся сзади. Ну, что-то сердечко подсказало, что надо его подотпустить, поворот скоростной. Парень, который ехал спереди, решил, видимо, что надо на все бабки топить поворот последнего его жизни. Он въезжает в стену, от стены отрасывает в правую стену. И тут я торможу, естественно, в ахуе, по-другому никак. И на меня от второй стены вылетает машина, и мне по ноге чесало. Хрен бы с ним, прикинь, картин голым задним колесом по плечу. У меня плечо до сих пор, знаешь, такое, типа вот. Я такой сижу после этого, такой думаю, а на новую смотреть не хотелось. Вот я думал, сейчас что-то увижу. Ну, блин, короче, повезло. Поэтому по машинам, да. Страйкбол, ну, это из такого. Да, расскажи про вот этот автомат. Ты можешь взять, да, он страйкбольный, естественно, игрушка. Как бы игрушка, но лупит неприятно. Слушай, он тяжелый. Он весит не так, как ты думал, мало. Вообще, по дефолту он был без глушителя. Вообще, глушак необычный, на самом деле. Блин, я бы показал тебе фаер-шоу, но в чем смысл? Он стреляет фосфорными трассирующими пульками. Короче, глушитель, встроена такая штука, как вспышка. Когда пулька пролетает, моментально ее вот так фотографируют, и она загорается. И ты в темноте увидишь полностью пульку от начала до конца полета. И если, прикинь, если фигарить на автомате, у тебя такая прям лазерная полоса получается. Знаешь, ночью эти «Звездные войны» очень круто играть. И оптику подставил туда тоже. У меня, на самом деле, четыре автомата. Это один из поставил здесь. А снайперского нет на ружье у тебя? А снайперка, знаешь, в страйкболе такая тема, что это условность снайперка. Ну, я имею в виду, что, знаешь, там мне фишка больше всего нравится. Это передергивает затвор. Я передергиваю затворное всем, как бы. Снайперка для этого не очень сильно нужна. Но, тем не менее, я и без снайперки справляюсь. Короче, но снайперки нет. Это, блин, ну не знаю. Это, наверное, полюбоваться для себя, на самом деле. Честно, вот могу сказать, я скажу честно. Я бы не поставил это никуда. Я не горжусь ни от такого, что я хочу кому-то в лицо кидать. А, получается, знаешь, как будто я, блядь, в ход человека, я показываюсь. Нет, объясню. По дизайну вписалось невероятно. Серый-серым и золотой вот с этим деревом. Да, 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 с деревом. Мне настолько сильно, когда я поставил, понравилось, когда я примерился. Блин, я, короче, оставил здесь. Комп, блин, ну, ребята, собственно, мне пересобрали мой комп. Это корпус от старого компа. Я не знаю, как. Да, было. Типа, огромное спасибо. Я даже покажу. А вот что сделал Игорь. Комп, в принципе, был уже по дефолту простенький здесь. Но, как только в него поставили вот эту вот видеокарту от моего предыдущего компьютера, я Полину лишил этой видеокарты. Ну, на самом деле, просто потому что я считаю, что мне важнее. Мокрая слеза. Стекает. 3x80, да. И вот благодаря этому я, собственно, три монитора работают. Я гоняюсь. Мне важен FPS. 60 FPS было до этого. Поставил эту карту, 120 просто стабильно. Я еду, я так кайфую. Просто передать трудно реально. Короче, ладно. Что, это знаешь, прикинь, по этой комнате еще не все. Что за бункер? Музыку я пишу, да, собственно. Здесь все скромнее и проще. Но тут происходит музыка. Знаешь что, ты попробуй сюда зайти. Давай, я зайду, закрою, ты крикнешь. И послушаем у ребят, насколько тебя хорошо будет слышно. Ты офигеешь. Зайди, закрой, короче. Вот эту дверь, я тебе эту закрою. Игорюша, гляди. Прям вот, Дима, ори. Прям орать? Сейчас, давай, показать, где. Прям орет? Прям орет, да? Ну, типа, это тишина. Охренеть. Открываем, открываем. А тебе пори еще раз так, чтобы нас открыть. Нет, просто, я же, чтобы ты понимал, но нам тебя, ну, как, ну, видно. Ну, я очень орал. Ну, очень тихо. То есть, если человек будет здесь сидеть, он услышит. Но если дверь закроется, я, Полина, знает, я орал только так. Тишина. До записи. Ну, только записи. Оральная комната. Вот именно здесь рождается контент, да? Да. Собственно, комп подготовили уже к отъезду. Это предыдущий комп. Поставили по линии мою RTX 3060 Ti, которая была в симуляторе. Она четкая, но мне ее маловато. По линии, я думаю, будет в самый раз. Тем более 3080. И вряд ли она нужна, скорее всего, не нужна. Карточка для начинающих. На самом деле, комната начинающих, ни хрена себе. Тут и карточка норма, все остальное так вообще жир. Ну, да, да. Я бы на том, если не выпендривался. И тихонечко тут стоял, как бы, и все, чтобы, как будто, знаешь, чтобы все хорошо было. Ты же сам это все придумал, да? С дизайнером. Да, с дизайнером. Естественно, я не рисовал сам. Я рисовал, что мне нужно. Сказал, как я хочу, чтобы это выглядело. И по итогу получилось, в принципе, так, как я себе примерно это и представил. Знаешь, наверное, когда дизайн-проект недалеко ушел от конечного результата. Автомат еще один. Ну, думаю, показывать, собственно, его нет. В принципе, ничего такого особого. Опять же, что интересно. Если техника, то тут можно, наверное, дизайнерамы петь очень долго. Потому что все покупал с опытом. Вообще, у меня есть один гид по музыкальной технике и технике оборудования. Товарищ из Молдовы, который Марин Варумов. Вот он во многом мне помог. Во-первых, а вот хер там. КРКшки я купил раньше, чем он. Он потом за мной повторил. Но, тем не менее, помимо КРКшек, Байеродинамик, да, наушники посоветовал. Вот, знаешь, я игровые слушал лучше. В играх они проседают. По позиционке, типа, разные игровые решения лучше работают. Вот я объективно говорю, в КСе слышно лучше. Но для музыки, блин, я лучше этих не слышал пока что. Аудиокарта, собственно, прям вот чистый немец, знаешь. И на ней звук можно так отрегулировать четко. И настолько будет все идеально слышно. Настолько будет все детали, весь объем передается. Чтобы я как будто ревомирую их на самом деле. Просто мне нравятся на уши, реальные из кайфа. Мониторы, ты мне, собственно, у тебя покупал, да. Да, да, я вижу. Моники, я лучше, я не знаю. Я, типа, не вижу решения лучше. Во-первых, мне нравится, как они вписываются сюда. Во-вторых, просто, ну, типа, 4К я пока не хочу. 27 дюймов пока для меня оптимальный вариант. Согласен. 32 много, однозначно. Ну и 3 не хочу, потому что много света в луке в глаза. Знаешь, не хочется какой-то свободной зоны, чтобы вообще... Я обычно, знаешь, как лежу, сижу, обычная моя работа, бля, это я, типа, я монтирую обычно, типа, ну, я как-то сижу, как-то вот так, вот, знаешь, вот так, как-то вот так монтирую. Ну, короче, вот таких позах. Ну, благо, благо у меня есть для этого окошко, да, пофиалису. Ну, особо, да, вид классный, но без углубления. Да, мы можем тебе прислать на согласование, чтобы... Да нет, на самом деле не палься. Я не знаю, по поводу, на самом деле, оборудки, ну, не так много, что можно сказать, как много можно что показать, философия показать. Здесь, что, могу это проспой, а что, нечем показывать. Здесь все просто аккуратно уложил. Да, всякую свою... Я, кстати, смотри, я педант. Я педант в том плане фотоотдел, музыкальный отдел, сэмрейсинг, там у меня по велику, знаешь, я все распределил, типа, как-то вот разумно, все это вот так, как это должно быть. А где у тебя отдел для денег? Нет, вот, все, что, блядь, купил на все. Ну, типа, реально, знаешь, я, наверное, в жизни своей купил много вещей, которыми пользуюсь, ну, и чуть-чуть, которыми я не пользуюсь. Но я, честно могу сказать, наверное, пока что я мало с чем прогадал. У меня есть там пара предметов, типа, медиклавиатура, которые, ну, как ты купил, я не знаю. Вообще, я хочу поставить нам сюда уже новый комп. Вот то, что я хочу сделать, я хочу увидеть уже в этой нише. Они, конечно, не сильно отличаются. Кстати, чтобы понимали люди, я много говорю, наверное, но тем не менее. Я же обратился к тебе, собственно, компьютер Полине собрать, и ей очень сильно повезло, я считаю. И не важно, что я достал жирную карту, отсюда я поставил свой симулятор. Да, и не важно, что она написала имя на корпусе. Да, и имя не устраивает ее там. Это же красиво. Это предыдущий комп, который я отслужил мне год, и я не знал бед с ним. Ну, естественно, если есть вариант поставить лучше, а я люблю технику, как ты видишь, собственно. Да, это заметно. Вот честно могу сказать, вот честно, может сложиться впечатление, что я собираю технику, но вот все, что видишь, всем пользуюсь. Вот реально, все по делу. То есть ничего из того, что я купил, и просто стоит простаивать без дела, нет. И вот есть такие люди, которые... Что это такое? Почему она просто в центре легла просто, и все? Обред. Есть такие люди, которые, знаешь, прям вот скупают технику, вот там маки какие-то, вот там все новое. Нет, нет такого, нет. Вот только по работе, и вот для себя, это вот симулятор, вот сим для меня, да, все остальное, это вот по большей части для дела. Ну, так вот, собственно. Получилось так, что компьютер этот, который у меня год отслужил, теперь переходит по наследству. Но он не состарился. Он не состарился. Я себе поставлю почти такой же, но новый. Это же приятно. Я даже когда обновляю клавиатуру или мышь, я хочу идти работать. А прикинь, несмотря на то, что он у тебя мощнее был, ты сейчас еще мощнее. Я понимаю, я понимаю. Я думаю, это и прибавка у процентов на 30, на 20 получше. Если столько я получу прибавки, то и можно добавки. Можно добавки. Ну, это, блин, я типа... Я единственное, что хочу сказать, что корпус, почему тот же самый корпус, да? Ты мне предложил корпуса выбрать сам, но я выбрал снова этот. Я не вижу альтернативы. Вот, и когда он встанет, я тебе покажу, я думаю, вы подснимете кадры, когда он встанет в этот шкаф, вы поймете, насколько хорошо и идеально вписывать сюда именно вот этот блок. Он заходит как влитой туда. Он сочетается офигенно с этой серой вот стенкой. Ну, короче, прям, знаешь, тяжело представить что-то более идеально вписывающее в Вася. Да, ну, знаешь, честно говоря, я думал, что я буду очень долго тебе рассказывать, все показывать, но... Ну, гитара. Ну, гитара. Ну, что, ну, гитара. Ну, играл на гитаре. Ну, просто важный. Нет, все равно это важный. Ну, я на гитаре играл лет 6-7. Ну, играл очень много и... Сейчас больше по вокалу пусть, наверное, а гитара, знаешь, для меня уже немножечко отошла. А вышло... Ты знаешь, нет, но раньше... Когда только вышли, я заслушиваю, заслушиваю, заслушиваю. Ну, я пойду, почему. Я хочу исправить ошибки, но потом переписывал. У нас там демок выходит, шук 10, потом, знаешь, уже финальный вариант. В наших треках мне немножко не нравится. Иногда грубоватый рэп. Блин, я рэп все-таки не слушаю. Я больше по блюз, соул, альтернатив. Короче, роковые направления разные. Ты с кем-то поешь, да? Да, с товарищем. Мой бывший одногруппник. Мой бывший. Одногруппник. Твой бывший одногруппник. Одногруппник, да. Соответственно, потом просто так выяснилось, он как бы рэп читал, и у него он круто пишет. Вот реально, все тексты пишет он. Я дополняю немного, но участвую в плане написания текста, ну, типа 90 на 10, а то даже и меньше. Мелодика больше, как бы, наверное, моя идея, вот именно певчие части, певучие. Вот, а вот рэпатс, это его. И мы сейчас хотим отойти от рэпа вообще полностью, знаешь, типа, ну, минимизировать полностью и стараться все-таки больше инструментал. Поэтому барабанщики хотели найти, вот, собственно, чтобы было поточнее саунд. Гитару я сам прописываю, вокал сам прописываю. Вокал мы... Здесь мы не писали еще ничего, кстати. Вот именно... Мы и рэповы здесь, мне прям в кайф я захожу, знаешь, закрывают, говорю, пары на ко мне, не заходи. Я обрубаю в компенсии себе плейлист. Я вот, что я не сделал, так не вывел туда, короче, монитор. Мне нужно дублировать будет моник один туда. Надо будет продумать этот момент, как это сделать, но я хочу дублировать просто монитор. Есть HDMI беспроводной. Он Full HD будет владеть, но тебе же только картинка. Серьезно? Можно будет прям дублировать отсюда, да? Это будет очень похож на петлю Шенхайзер, только HDMI. Это вот по-любому надо сделать, потому что... В районе 40 тысяч, 30-40 тысяч. Может, в принципе, я и по... По полупроводку. Да, нет, в принципе, я подумал, не так уж сильно и важно. Ну, как будто бы... Слушай, но в твоей квартире реально есть все. Ну, судя... Ну, то есть я смотрю реально VR, гитары. Ну, смотри, ты должен понимать... Как ты это успеваешь? Честно говоря, один ролик в неделю я выпускаю, и это занимает у меня почти все время свободное. Вот то, что ты видишь, много всего. Я все постарался сделать так, чтобы минимизировать уставание от работы. Потому что спина, я уже к врачам ходил, там, знаешь, ну, грустная такая часть должна быть. Нотка такая, да, немножко. Типа туда-сюда, и понимаешь, что нужно минимизировать усталость от работы. А казалось бы, блин, блогер, ролики снимают смешные. Я тебя понимаю. Все время свободное. Все время свободное. Чтобы найти шутки смешные. Иногда не хочешь садиться, знаешь, настроение не подходит, ты садишься и понимаешь, а весело ли тебе? И вот задаешь вопрос, и типа вот не всегда весело. Но приходится иногда, знаешь, как будто вот тебе весело, и короче, как будто весело. На самом деле, знаешь, по итогу вот садишься в херу настроение, раскачиваешься понемножку, потихонечку начинается снова становится смешно, и все нормализуется. Но если говорить про технику еще раз, то большинство, если бы я не записывал ролики, я бы не имел двух мониторов. Мне не нужны были бы, если я музыку не писал, мне не нужны были бы мониторы вот эти для сведения. Не нужна была бы аудиокарта, VR я бы не купил, знаешь, типа. И, наверное, я поскромнее бы коп хотел, честно. Знаешь, мне бы хватило вот реально 360 Ti, наверное, и вот честно с головой. Давай тогда как раз пойдем, мы тебе вручим то, что мы тебе приготовили на кухне, и как раз потестим, насколько это здорово, и насколько это ускорит, насколько это хорошо работает, насколько ускорит будущие ролики. В общем, надеюсь, ничего не будет раздражать. Я уверен, что не будет ничего раздражать. Тогда пойдем? Пойдем. Классный ремонт. Спасибо, что все показал. Рад, что у тебя это закончилось. Мне еще это... Это почти закончилось. Мне еще это предстоит, и с моей позиции кажется, что здесь все доделано. Мы готовили этот ПК на кухне, и вручение тоже на кухне. Готов? Совпадение? Не думаю. Я тоже буду вот так. А можно это делать? Нет, ты хочешь вместе? Ну, я не знаю. Звучит странно, ну давай. Давай, на счет три. Раз, два. Так, я же все видел, оказывается. На кухне я уже был, я же участвовал. Да, да, даже присутствовал. Привет. Быстро отреагировал. Здорово. Как ты? А что, у нас быстро? Я как бы особо-то и не искал, все близко, поэтому проблем никаких не было. Здорово. Огоренчик, поздоровывайся. Здорово. С ножом? С ножом. С ножом. Явно готовый парень. Что скажешь? Мне на самом деле всегда нравилась референция, она очень пушечная рубль. Ну, а кто будет ее втыкать? Я, что ли? Серьезно? В общем, мы за основу взяли все тот же корпус. Ну, ты уже знаешь, а я ребятам расскажу. У нас здесь Asus Rock Helios. Это один из самых лучших больших корпусов. Очень хорошо продувается. Он внешне один из самых лучших, особенно вот в этом серебристо-белом цвете. Это очень подходит, кстати, тебе под квартиру. 50 оттенков серого, я и говорил. Да, я понял, понял. Не зря ты нас туда не пускал. Нет, там коричневое. Там все коричневое, да. Но ты для своих подписчиков покажешь, что там. Ну, потом покажу. Я даже туалет покажу. Но вам пока не покажу. В общем, ладно. Смотри, корпус у тебя хорошо продувается. Удобные вот такие ручки, чтобы перемещать его. Это как раз очень нам сейчас пригодится, чтобы поставить его на место. В общем, внутри у тебя система закрытого водяного охлаждения от компании Asus. Она у тебя трехсекционная. А поставили мы ее такую сюда максимально надежную и эффективную из-за того, что у тебя на сегодняшний момент самый быстрый процессор. 11900K. Оперативная память Kingston Fury. Да, да. 32 гигабайта. 32 гигабайта, 3600 МГц. Все люблю. Материнская плата. Это же... Asus. Смотри, и светится здорово, все в ней умещается. Работает все на ура. Мы вообще здесь делали упор, конечно, как и в остальных наших ПК, на надежность и быструю работу. Кстати, и места для игры тебе здесь тоже предостаточно. Мы поставили очень быстро тебе SSD в формате M.2 Kingston 2500 на 1 терабайт. Спасибо. Сам себе должен радоваться. Я люблю SSD, я люблю быструю скорость, память. Это мне очень на самом деле нужно, потому что этим пользуешься постоянно, тем более если работа... Если что-то лагает, боже. Я тебя понимаю. Скорость важный, самый важный аспект. И венец всего этого ПК, его игровое сердце, самая быстрая игровая видеокарта GeForce TX 3080 Ti. Я думаю, на этих словах половина твоих поклонников пустили слюну, да. А вторая половина слезу. Ну, ни в коем случае, да, нужно понимать, что это и для работы, и для игр. Это прям... Я хочу как-то оправдать, знаешь, вот такую вот вещь в этом компуктере, ну, надо, чтобы... Слушай, ну это ты можешь рассказать, что это для работы. А в преддверии Battlefield менять комп, это однозначно говорит о том, что все-таки ты хочешь рубануть. Хочу максимум возможного. Я думаю, это как раз-таки и для этого и существует. По поводу ПК, очень жду обратную связь, и было бы здорово, если бы мы вот прямо сейчас воткнули бы твои впечатления спустя несколько дней, и ты бы рассказал о FPS в батле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, внешний вид, на самом деле. Честно, видеокарта, я вот, опять же, учитывая то, что компуктер все-таки похожий у меня был, как вы, ты видишь, в квартире такой минимализм, я вот люблю эти все такие штуки, когда как можно меньше чего-то лишнего, и вот видеокарта визуально для меня идеальна. Я рад быть причастен к тому контенту, который ты делаешь, поскольку все-таки это инструмент, а благодаря нашей команде у тебя он, ну, наверное, лучший стал, и я надеюсь, контент будет еще чаще, быстрее, интереснее. В общем, спасибо, что позвал к себе, пользуйся, он твой. Я только могу сказать большое спасибо, честно, во всем этом. Ну, я что, я, может быть, мы это уже поставим его ко мне? Да, давай. Я хочу его подключить уже просто и увидеть, как он будет у себя смотреться. Все когда-нибудь кончается. Лето кончилось, Краснодар кончился, сейчас мы уже приехали в офис и сидим, записываем конец этого ролика. Не кончается, а разве что хорошее настроение, которое вы получаете, играя на компьютерах боллинг-машин. Где их достать? Да вы, в принципе, наверное, сами знаете, но на всякий случай я оставлю ссылочку в описании к этому видео. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях к этому видео. Подпишись на канал, поставь лайк. Пока!